Итак, ну что ж, Ария, Ру, мои маленькие любители по кушке микрофона, как всегда, ваша покорная слуга Мамору, и мы продолжаем с вами проходить такую увлекательную карту, как один блок, Майнкрафт, Кайблок. Ну и с самого начала видео нас встречает увлекательная процедура строительства. На этот раз мы просто будем достраивать то, что нужно было построить еще в прошлой серии, а именно новые заготовки под фермочки. Тут у нас будут стоять два огорода, один для пшеницы, которая будет уходить на корм животным, а второй для собственного живота. По-хорошему лучше было бы построить сразу автоматические фермы на жителях, но у нас нет жителей и нет семян, которые мы им дадим для фермы. А значит, пока что именно так у нас будут расти культуры, а потом мы уже их переведем на автоматизм. Также чуть выше я сделал небольшую пристройку для будущих ферм тростника, арбузов, тыкв, которые будут целиком и полностью переходить на продажу жителям. Естественно, когда только те появятся. И нам нужно было бы в обязательном плане подумать о шерсти, ведь где-нибудь ее на кровати находить придется, а овец у нас чудным образом не стало. Ну и напоследок строительства я решил временным вариантом переместить животных подальше от центра ведения боевых действий, чтобы случайный крипер не взорвал их или что еще похуже. Ну и благодаря тому, что появились здесь гигантские наши поля, мне нету необходимости переживать и беспокоиться о том, что вдруг у меня перестанет быть иды. Все это у нас, естественно, в недостроенном пока что виде из-за того, что не хватает ресурсов, а ресурсов мне пока что неоткуда брать, кроме как из одного блока, поэтому нам ничего другого не остается, кроме как продолжать рубить один блок. На изначальной платформе, где мы выживали с вами, не осталось ничего лишнего, кроме вот этих вот животных, которые здесь вот у нас пока что находятся, но впоследствии они отсюда переедут. Деревьев, которые здесь вот растут, но опять-таки они отсюда тоже планируют переехать. Зал славы, он здесь как был, так и останется. Но остальное будет переезжать, когда только необходимый ресурс у нас здесь вот появится. А именно, как минимум, я хочу начинать строить уже из булыжника и из булыжника лежащих блоков, которые выглядят чуть более красиво, нежели чем дерево. Ну а это у нас появится, как только у нас появится ведро славы. Но сейчас я напоминаю то, что у нас сейчас находится с вами пятый уровень нашего одного блока. Называется он Храм Джунгли, и мы продолжаем с вами добывать единственный наш неиссякаемый этот блок. В надежде, что мы найдем обязательно что-нибудь интересненькое. Привет нашим попугаям. Ну в любом случае, я вас, я думаю, не поймаю никаким образом, так что летайте здесь. Если вы не улетите в пропасть, то будет уже шикарно. Давайте сейчас сделаем небольшой реверанс. В том плане, что я решил огородить, помимо вот этого вот забора, еще вот этим вот небольшим таким колпачком, крышечкой от банки, вот этот вот наш добывающий один блок. В связи с чем, я надеюсь, обеспечить себе большую безопасность от всяких летающих мобов, которые могут отсюда вылететь. Ну а в сундуке я нахожу очень интересные вещи, как минимум саженцы тропического дерева и поводки. И данные ресурсы помогут мне в дальнейшем развитии поводки, как минимум. Но я бы на самом деле больше радовался слизи, нежели обычным поводкам. Я встретил тут нашего родименького овцелотика. Я думаю, если я найду рыбу, а у меня по-моему была рыба, можно было бы попробовать его, кстати, приручить. А, ну типа ты мой сейчас? Я могу с тобой нормально бегать, но ты не сядешь, потому что ты свободолюбивая киса. Опа, красная руда, неожиданно, но очень полезно мне будет в будущем. Это, кстати, первая красная руда, и я только сейчас понял и осознал тот факт, что алмаза я нашел в этом мире быстрее, чем красную руду. Здравствуйте, Мусе Панда. Мусе Панда теперь у нас живет в отдельном загончике. Ему тут абсолютно по кайфу. Ну и пусть живет, я ему не буду мешать в таком случае. А это была первая ведьма, которую я здесь встретил. И она мне даже умудрилась дропнуть светокаменную пыль. Эта пыльца очень нам поможет, если мы захотим заниматься чем-нибудь, наверное. Кстати, вот сундук, который мы с вами раньше не встречались, с какими-то черными партиклами. Зомби-крестьянин? Ага! Цвекла, краситель и лоза. Очень интригующе. Я думаю, это яйцо дано для того, чтобы мы с вами в будущем смогли бы каким-нибудь образом вывести жителя из обычного зомби-крестьянина. Это должно быть интересно. Привет, лошади! На дальнее расстояние собираемся с вами, да? Ладно, пойдемте. Для вас тоже загончик найдем. Так, ребят, давайте с вами теперь договоримся, что это ваш временный загон. Вы здесь на постоянной основе не располагаетесь. И живете здесь, пока я вас не перевезу в более благоприятное для вас место. Идет? Будем считать это знаком согласия. А в еще одном сундуке мне удалось немножечко найти бамбука для нашей пандочки. И еще два тропических саженца, благодаря которым мы сможем выращивать целые большие тропические деревья. Ага. Монстр пати. Да, мне не нравится идея монстр пати. Ага. Ведьма меня отравила. То, естественно, моему персонажу очень не понравилось. Надо поскорее воспользоваться помощью наших коров. А то у меня могла прийти крышка. И я так понял, я истребил всех засранцев от монстр пати. В заключении вот этих вот двух летающих. Но почему-то трезубец метать в них без возможности вернуть трезубец назад не очень мне нравится. Из-за чего я просто их оставляю вон там вон летать. Я надеюсь, что про меня они рано или поздно забудут. И никогда ко мне не вернутся. Неожиданно. Я встречаю еще один музыкальный сундук. Тоже с пластинкой. И тоже с книгой и пером. Необычно прикольно и... Необычно и прикольно. Ого-го-го! Да, наконец-то! Mine Voilet Gift. Это значит, что мы с вами переходим на новый уровень. Встречается нам в сундучке не так много нищечков, как хотелось бы. Но зато мы через 60 секунд целых перейдем на новый этап. Эти 60 секунд нам выданы специально для того, чтобы мы отсортировали весь тот кламп, который мы добыли за все время прохождения этого этапа. Три, два, один. Red Desert. О, пустыня. Я не скажу, что это прям что-то такое из-за ряда вон плохое. На самом деле пустыня нам понадобится в скором времени. Ведь песок никогда не будет на самом деле лишним. А вот и наш первый изумруд, который я умудрился здесь добыть. Но я бы на самом деле больше радовался бы жителю. Только благодаря жителям я смог бы себе выторговать уже давным-давно алмазные инструменты. И уже пользуясь алмазными инструментами, я бы давно очаровал их. И добывал этот один блок гораздо, гораздо быстрее. Привет, Джудит. Джудиш. Привет, я очень-очень рад тебя видеть. Ты не представляешь, как долго и много я говорил о том, что ты мне нужен. И что с тобой я буду рад встретиться. И вот, пожалуйста, я с тобой встречаюсь. Далеко не уходи. Я сейчас сбегаю тебе за гандалами и вернусь буквально. Стой. Не прыгай. Подумай о семье, подумай о детях. Не прыгай. Это очень плохое решение. Какой ты молодец. Запер я, наконец-то, нашего жителя. Он стоит у нас здесь вот. И, судя по тому, что он у нас здесь есть, нам в скором времени нужно будет строить общагу, как только мы найдем второго жителя. И мне не терпится продолжать рубить этот один блок для того, чтобы найти жену или мужа для нашего теперешнего зажителя. А вот, кстати, новые вражины. Какие-то пустынные зомби. Но они нам не представляют опасности благодаря нашей чудной защите. Единственная опасность, которая нас сейчас беспокоит, это мой захламленный инвентарь. А. Что ты? Поборник? Без топора поборник? Ну ты безобидный, вроде как, без топора должен быть. Но если я правильно понимаю, пока я тебе не дам бирку, ты можешь задеспавниться. Но бирка мне не спавнится, поэтому уже какую серию волк ходит без имени. И что же мне с тобой делать? Без топора ты меня атаковать не будешь. Будешь просто наблюдать? Ну уходи, наблюдай. Мне не сложно. Плюс еще один зритель. Приветули, симпапули. Дональд, продаешь ты нам всякий хлам? Стоит ли нам тебе спасать жизнь? Конечно стоит. Пойдем. Давай с тобой договоримся. Если до следующей серии ты не задеспавнишься, куда побежал, я с тобой разговариваю, то ты будешь жить в общей вопчаге со всеми остальными жителями, как только они у нас здесь появятся. Договорились? Договорились. В одном из сундуков здесь умудрился я найти кактусы. Я без понятия, зачем они нам пригодятся, кроме как для зеленого красителя. Насколько я знаю, они не особо нужны жителям в качестве сделок, но пускай будут. Я бы хотел здесь больше найти на самом деле, пожалуй, тростник и еще одного жителя. Для полного счастья мне больше ничего не надо. Монстр пати. Да, еще одно очередное. Запасаюсь полублоками для того, чтобы сохранить все ресурсы с монстров. На этот раз, в принципе, тут нет тех монстрю, которые могли бы создать для нас проблемы. Единственная проблема для нас, то что у них очень-очень сильная броня. Привет, очень рад тебя видеть. Иди, ищи кровать, которая тебе уже заготовлена. Все, красавчик, ты здесь спишь? Спи. Как тебя, Оливия? Ага. А тебя? Джудис. Ага, допустим. И здесь у нас есть житель, и здесь у нас есть житель. А значит, то, что в следующей серии у нас точно будет либо ферма жителей, либо еще что-то получше. Давайте возьмем немножечко деснить из пауков. Немножечко сделаем из нее шерсти и сделаем из этого кроваточку. Благодаря чему эту кроваточку я смогу здесь вот поставить. И нашего жителя отпустить прямиком к этому жителю. Ты же побежишь к нему сразу же, да? И ляжешь сразу спать. Умница. Теперь я воспользуюсь их примером. И тоже лягу рядом с ними спать. К сожалению, больше шерсти у меня нет, и быть не может. Ведь какой-то из серии волк чудным образом лишил меня возможности иметь шерсть. Но ничего страшного, я думаю, что мы найдем выход из этой ситуации. Давайте сейчас возьмем всю пшеницу, которая у нас была, и дадим немножечко им хлеба. Все, я надеюсь, сейчас вы будете обмениваться этим хлебом друг с другом. И, возможно, заимеете какого-нибудь маленького ребеночка. Ага, привет. Ты типа фермер, да? Неплохо. Стоп. А как ты выбрался отсюда? Почему у вас двое? Стоп, что? Ладно, это очень странно. Если ты еще будешь друзей сюда приводить, я тебя отсюда выселю, понимаешь? Вот тогда он вниз в пропасть просто возьму и выселю. Все. Разговор короткий. А то, ишь, повадился он без моего ведома, друзей сюда приводят. Так как у нас появились жители, значит у нас открываются очень уникальные возможности. Как минимум, это ферма железа. Как минимум, это автоматическая и полностью автоматическая ферма урожая. Торговля на изумрудах. Бесконечное множество алмазных вещей, алмазной брони и инструментов. Ну и всего разного куча уникального и прикольного, которое могло бы здесь с ними появиться. Ну и так же, как я делал в предыдущем видеоролике, мне бы хотелось продолжить традицию нашего небольшого интерактива. Ну а именно, я напоминаю вам, что в моих видеороликах имеется такая небольшая традиция небольшого интерактива. И каждый написавший комментарий имеет шанс попасть на доску почета. И в этой серии бога рандома выбрал аж целых два новых комментатора. Ну и первым является человек вот с этим ником и с вот этим комментарием. Ну а вторым является вот этот ник, вот этот комментатор и вот этот комментарий. Ну а со своей же стороны, я хочу напомнить, что у каждого из вас есть шанс попасть на эту доску почета. Для этого лишь вам нужно оставить рандомный комментарий под этим видеороликом. Ну а если вы уже видите здесь свое имя, повторное попадание значит то, что ваш комплект брони будет улучшаться на один пункт. Нулевой до кожаного, кожаный до железного и так вплоть до нозеритового и даже лучше. Ну и теперь обратно к ролику. Ну и к сожалению, на таком прекрасном моменте мне придется заканчивать эту серию. Ну а в следующей же серии нас ждет куча уникального контента, которая связана непосредственно с самими жителями. Ну а эта серия тем не менее все, всем спасибо что смотрели, у микрофона был как всегда ваш покорный слугам Амору и еще услышимся.